Приветствую вас, забегая чуть вперёд, Мария, я хочу сказать, что вам, конечно, лучше всего было бы пойти на психотерапию и во всём подробно разобраться, потому что ситуация у вас неприятная, вот, некритичная, безусловно, да, вот, тяжёлая, тяжёлая, но некритичная и очень неприятная, вот, и самый лучший способ вот расставить всё по своим местам, это пойти на психотерапию, да, регулярно работать с психологом, вот, и, соответственно, это позволит вам в первую очередь выработать именно адекватное отношение к самой себе, вот, это вот прям в первую очередь, потому что, ну, как вы понимаете, это является самой главной проблемой, вот, то, что вы вот, ну, себя, да, как будто бы вот очень плохо чувствуете, вы себя как будто бы вот очень плохо замечаете, вот, это понятно почему, вот, абсолютно понятно, почему так, абсолютно понятно, как это стало возможным, такая, ну, такая история, такая ситуация, вот, абсолютно понятно, и лично я думаю, что по-другому было невозможно, в вашей ситуации, вот, но тем не менее, раз вы сейчас обращаетесь к психологам, да, то, вот, наверное, пришло время, как-то с этим работать, вот, пришло время, наверное, этим заниматься, вот, и раз так, то начинать, ну, дня, с исследований вашей жизни, ну, вот, с историей вашей жизни, ну, и так, так далее, все в таком духе. Дальше. Ситуация такая, но тянутые отношения с родителями для того, что несколько месяцев назад, начала намекать на то, что хочу съехать и жить отдельно, чтобы набирать самостоятельность. Значит, а здесь речь идет о сепарации, и сепарация, это, конечно, очень-очень важно. Вы, большая молодец, что заостряете, фактически, фактически на этом внимание, и большая молодец, что начали в этом направлении двигаться, я думаю, что вам это было довольно-таки, довольно нелегко. Вот, вы, большая молодец, что решили в этом направлении двигаться, вы, большая молодец, что начали туда идти, но вот это сопротивление, которое, с которым вы сталкиваетесь, очень велико. Это правда. Значит, натянутые отношения с родителями. Родители, естественно, боятся вас отпускать, боятся, что с вами что-то случится, да, говорят про безопасность и так далее. Почему? Потому что они вам, потому что вам не доверяют. Вот, вам родители не доверяют. Доверяют они вам, потому что не привыкли к ситуации такой, когда вы, значит, как бы, так сказать, сами на себя полагаете. Вот, ну, они, вот, родители, я имею в виду, не привыкли к тому, что вы сами, сами на себя полагаете, что вы как-то сами себя защищаете, да, сами себя обеспечиваете. Вот, родители ваши к этим вещам всем не привыкли и в итоге ведут себя вот таким образом, потому что им кажется, что без них, без них, без их помощи, да, без их поддержки, без их силей каких-то, вот, вы не справитесь. Вы не справитесь, с вами обязательно что-то случится. Конечно, многое здесь, к сожалению, завязано на их отношении к вам, в том числе на злости по отношению к вам, потому что никакой свободе, там, внутренней, да, говорить вообще не приходится в данном случае. Понятно. И, естественно, есть вот это вот такая база неудовлетворенности, которую, ну, ну, может быть, они пытаются как-то завуалировать, как-то заглушить, но это совершенно невозможно сделать, может, потому что ваши родители находятся с вами в слиянии, они не злятся на вас, ну, нет, не осознают этого. Вот, отсюда, соответственно, такая вот модель поведения, ну, от них идёт. Вот, значит, как только вы, и если вы продемонстрируете родителям, что справляетесь хорошо с вами, вот, как только вы продемонстрируете своим родителям, что с трудностями вы справляетесь с одной, вот. Вот, хорошо. Вот. То их реакция начнёт идти по затухающей. Это не сразу случится, это не сразу произойдёт, это, к сожалению, очень такой, длительный, я бы сказал, процесс, это длительный путь, вот, потому что, ну, если вы не привыкли к тому, что вы находитесь, если так зависимым от них поведения, то, соответственно, отвлекать от этого им будет тяжело, особенно если учесть, что они, ну, люди взрослые, да, и на перемены реагируют болезнями. Вот, но, тем не менее, тем не менее. Другой вопрос, что вам для этого нужны средства. То есть вам для этого нужна опора, опора на себя. Опора у вас нет, вот, потому что вы, вот, не привыкли на себя опираться. Вот, вы привыкли опираться, там, на какие-то другие вещи, вот. Вот, например, вы привыкли опираться, опять же, на своих родителей, вот, хотя вы сейчас от этого, как-то, вот, пытаетесь отойти, конечно. Сейчас вы пытаетесь стать самостоятельными, это здорово, но то, что вы привыкли, ну, это, как бы, не отменяет того факта. К сожалению, вот, никак, 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 абсолютно не отменяет. Вот, поэтому вам тяжело. Вот. Ну, и что? Что? Хочется одобрения, да? Вот. Да, понятно? Вот. Хочется одобрения от родителей, хочется, наверное, чтобы они, как-то, примерно, решили, позволили, собственно. На пятой целью вы устраиваете в канала, вот, ну, чем больше вы это делаете, тем меньше у родителей мотивации, тем больше вы это делаете, тем меньше у родителей мотивации, что-то вам позволять, потому что, если, ну, чувствуется, что вы, ну, зависимы, зависим от них. Э, ну, чувствуется, что вы, ну, чувствуется, что вы, как раз таки, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а не на себя ориентированно, скажем так. Так, мне 21 год, только что окончил вуз, живу со старшей сестрой на съемной квартире и родители в другом городе. Вот понимаете, этот момент, если честно, не чувствуется. То есть вот, к сожалению, не чувствуется, что родители живут в другом городе. По моим ощущениям, ваши родители как будто в одной комнате с вами. Просто мне довольно сложно в этой ситуации понять, как вы, условно говоря, скатываетесь в конфликт с ними. Вот. Вот это мне сложно. Это мне очень сложно понять, если они в другом городе. То есть это постоянный разговор, это постоянный разговор по видеосвязи, вы ссоритесь по видеосвязи или как. Да? Этот момент хотелось бы, конечно, прояснить. Конфликтовой стрелса все больше, аргументами со стороны матери были слова про безопасность, про то, что они могут платить за еще одну квартиру, говоря, что буду работать на нее сама. А что вы делали? Для того, чтобы конфликтовой стрелса, то есть какой ваш классный метр, и как этот конфликт влияет на вас. То есть вот какое у вас базовое ощущение в этом конфликте. То есть, ну вот, когда вы конфликтуетесь с вами, да, что вы чувствуете? Вот. Что вы чувствуете, как вы себя чувствуете? Вот. Какой вы себя чувствуете? Какой вы себя чувствуете? Это вот очень, на мой взгляд, важная деталь. Ну вот, там есть биотеперы, в принципе, все исходят. Вот. Если мы на это не будем обращать внимание, то мы, по сути, не будем видеть всего, что началось. Ну, то есть, да, всего, что началось. И начинается вообще. Вот. Ваша ситуация. Она же возникает не, ну, она же возникает не изолированно, да, вот. Того, как вы жили, например, раньше, да, того, как вы выстраивали свою жизнь. Ранее, да, да, вот. То есть, это все является, как бы, ну, производным вот, производной вот того, как вы позиционировали и позиционируете себя сейчас и раньше, вот. Поэтому, расскажите, расскажите, пожалуйста, вот, как вы, да, в этом конфликте ощущаете. Вот. Сталия встретила молодого человека. Встречаемся с семьей, сопровождая с ним все в свободное время. У них не очень спокойно и хорошо. В ней, наоборот, невероятно советное и чумно. Ну, и что же, здесь мы говорим о том, что вот то, что советное и чумно, да, ну, понятно, что, как бы, хорошего в этом ничего нет, и то, что вот вам это не нравится, то, что советное и чумно, да, это более чем адекватная история. Но. Вы здесь демонстрируете то, что ваш комфорт очень сильно зависит от тех, кто вас окружает. Вы здесь говорите о том, что молодой человек, как молодой человек, как будто бы, как будто бы, помогает вам обрести вот то самое спокойствие свое, но вы же, как бы, все равно остаетесь зависимы. Вот. То есть, то есть, ну, хоть вам не хорошо, да, вам лучше, вам спокойно. Вот. Вот. Сука. Всякое такое. Вот. Но, тем не менее, ээээ, все равно вы, в этом смысле, вы остаетесь зависимы. Вот. Ваша зависимость, она не исчезла. Вот. Если раньше, да, зависимость была, вот, родители, да, то теперь, как бы, эта зависимость не превратилась в зависимость от молодого человека. Вот. То есть, как бы, вот этот момент, то есть, то, что вы, ну, может, сменили, получается, вот, силу на мыло, да, но другое, хоть, ну, понятно, что одно более неприятное, а другое, другое, более приятное. Ну, ну, тем не менее, как бы, вот, тут, это все равно, вот некая такая, ну, на мой взгляд, ээээ, вот, ваша внутренняя не свободу. И это, конечно, если не корректировать, да, то все равно в конце концов, в конце концов, будет вас тягатить. Вот. Что достаточно легко может ввелиться в, значит, конфликт, будущий конфликт с, допустим, молодым человеком или его мамой. Понимаете, да? Дальше. Так. Появились желания и предложения приехать жить к ним, но родители на меня очень консервативные взгляды, путем громких скандалов доносятся до меня мысль о том, что не то, что жить, но и видеть я так часто с парнем, для девушки-казкоричек невозможно, и это неприлично, и вообще я веду себя, когда я был в старинной профессии. Ключевой момент здесь заключается в том, что вы ищете одобрение, как родители там ставят их перед фактом. К сожалению, даже мне через ваш текст услышатся, как вы ищете варианты. Понимаете? То есть вот даже мне в счет с учетом, вот, того, что я вижу только в ваш тексте, услышатся варианты, что вы отчаянно пытаетесь найти варианты, такие, чтобы они устраивали всех. Вот. Ну или, там, ваших родителей. То есть вы делаете все для того, чтобы родители были довольны. Вот. А, нет, повторюсь, ставить их перед фактом. Вот. Перед фактом того, что вот, ну, того, например, как будет, того, что будет и так далее. Естественно, в этой ситуации ваши родители реагируют, ну, единственным опытом. Единственным. Который просто пытается вас переубедить. Вот. Что? На мой взгляд, ну, является вполне логичной моделью поведения. Ну, нравится нам это или нет, да, нравится нам это или нет, но вот поведение их, оно, к сожалению, логично. В смысле слова. Дальше. Значит. Эм, так, эм, это неправильно. Так. То есть мне нельзя на весь день уехать с ним. Нельзя на людях проявлять чувства. Нельзя ездить в гости. Парни живут с матерью. У нас в ней прекрасные отношения. О том, что у вас стационарность даже речь не идет. А как ваши родители контролируют вас, находясь в другом городе. И если, ну, если я правильно вас понял. Вот. Как у них это получается. То есть как они могут, ну, как они могут узнать, что вы где-то там. Как они могут узнать, что вы к кому-то там поехали, там пошли. Тогда. Откуда у них такая информация. Вот. Я понимаю, что это не совсем так. Конечно. Но пока что выглядит. Эм, вот такое, ну, вот, выглядит это всё примерно следующим образом, что вы сами информируете эм, значит, своих родителей о том, что вы будете делать. О том, как вы будете делать. Вот. Вот. Может быть, вы прямо и прямо и не информируете их об этом, но вот, вот, я вот хочу понять, вот, если они в другом городе живут, а вы живете с сестрой, то откуда у родителей эта информация? Вот. Вот. Согласитесь, это довольно-таки интересно. Дальше. Ну и то, что вам нельзя, вы пишите, что нельзя. Это весьма интересный момент. То есть, ну, когда вы говорите, что вам чего-то нельзя, да, имеется в виду, ну, запрет какой-то. То есть, имеется в виду, что вы, ну, сталкиваетесь, значит, с запретом. Вот здесь. Ну, запрет, он действительно может быть существует. Только этот запрет, в первую очередь, у вас, в осознании. Вот. А не в родителях, как вам, вот, может показаться. То есть, это, это тот запрет, который вы сами себе все по всему установили. Знаете? Вот. И это, ну, не случайно. Это не случайно. Вы говорите, что вам чего-то нельзя. Вот. Я вам верю, кстати, что вы так считаете, что все-то нельзя. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы хотите, что вы ждете одобрения родителей. Вот. В чем, в общем-то, и вся беда заключается. То есть, вы, по сути, сейчас ретранслируете то, что вам говорят ваши родители. Вот. Ну, насколько это, вот, конструктивно, да, для вас. Как вы сами думаете и как вы сами полагаете. Дальше. Мне очень плохо дома. У меня есть своя комната. Но личная пространство просто отсутствует. Потому что я как-то хозяйка листры, которые активно работают. Ну, если листры активно работают, то я опять же не понимаю, как это усимляет вас. Да, она может быть доработать и дома, но... Ну, опять же, вот есть ощущение, да, что, ну, как будто, вы знаете, вас как будто кто-то заставляет быть домохозяйкой. Для, значит, сестры. Вот. То есть, кто, кто вас заставляет это делать? Если, если заставляют. Вот. То есть, понимаете, да? Вот. 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 И некоторые такие, вот, вот, вот они, не состыковочки имеют место быть, конечно. И очень важно со всеми этими нестыковочками разобраться. Очень важно все эти нестыковочки поисследовать. Вот. Чтобы, чтобы вы понимали, что из чего предоставляет, что... Что с чем связано? Вот. И что вам, в общем и целом, делать совсем этим дальше? Вот. Понимаете, понимаете, да? Потому что, ну, вот, пока история выглядит так, что вы свой какой-то страх, вот, прячете за запретами родителей. Ну, конечно, так сделать можно. Вот. Но вопрос тут заключается в том, на мой взгляд, куда вас это приведет. Ну, на мой взгляд, вот, никуда. Так? Дальше. Так. Соответственно, мне самое сложное утроить на работе, потому что можно только по профессии, я привязан к дому. Непонятно, как бы привязан к другу, привязан к дому, к чему. Вот. И почему только по профессии можно делать что угодно. Вот. А, с парнем, наоборот, очень хорошо, спокойно. И, наверное, могу сказать, я абсолютно искренне, не пытаться казаться лучшим, если... Тогда была, примерно, дочерь отличница. Ну, вот, с этим нужно работать. И вот, увидите, пожалуйста, что... Парень выступает в такой прокладке между вами и внешним миром. Сейчас ведется накаливаясь до крайности, какой ваш вклад в это. Мне со скандалом разрешились ехать, но упоминание того, что я еще хочу строить свою семью, запускать новую волну криков и самых неприятных комментариев. Вот. Вас это как-то задевает. Значит, важно увидеть, как вас это задевает. То есть, какая вы... Помните, я спрашивал об этом. Вероятно, в свадьбе ничего нельзя, но я считаю, что на браке надо попробовать положить быту с человеком. И, знаете, его не на сто, на 150%. Ну, это очень похоже на желание себя обезопасить. Вот. Получить какую-то гарантию. И тут я должен вас разочаровать, с этого вы не получите. Если бы рост разрешил и конфликт с матерью, мы бы расписались, но я не молодой человек не против. Хоть и пока сами не видим в этом необходимости, однако мама на этом не остановится. Ну, вот тут вот, опять же, желание угодить человеку. Я устал от скандала, слезы криков. Чьих? Своих? Давайте подумаем, из каких чувств вы здравите скандалы? Из какого чувства вы плачете? Из какого чувства вы кричите? Я хочу съехать. Есть вариант сейчас собрать вещи, съехать на съемную квартиру. Одну на первое время съематор, чтобы потянуть первоначальные траты на квартиру, устроиться на работу, к нему параллельно продолжаю быть дизайнером. У меня уже атака. Вот про варианты-то, вообще, на самом деле, не к психологу, да, то есть варианты вы сами выбираете. Я уже стал врагом семьи, мне сказали, что я отказываюсь от родных ради мужчины. Ну, это логично, учитывая, какие ценности у ваших близких. Другое дело, как вы на это реагируете, опять же. Вот. Я люблю своих родителей, всегда стараюсь не огорчать их, из-за чего? Сейчас у меня души чувствуют не зато, что хочу от них отделиться и попробую строить свою жизнь и семью самостоятельно. Вы пытались им угодить. Вот. Вы пытались им угодить и быть удобнее. Это вот не одно и то же, во-первых. Во-вторых, ну, вот надо, мне кажется, называть как-то вещи, ну, своими именами, да. В данном случае вы, как мне кажется, вот несколько, знаете, ну, подменяете что ли немножко понятия. Вот. Вы не думали о том, вот откуда вот это чувство было, что вот, значит, что вы там все время для родителей, что вы вот хотели для родителей, все для родителей, для родителей, вот. Вы не думали о том, вот, ну, просто, каким образом вы вот к этому пришли, вот, то есть, каким образом вы пришли к тому, да, что вот, что вот нельзя там, допустим, родителей расстраиваться, да. Вот, что вот, значит, ну, нельзя что-то делать такое вот плохое, что родителей как-то, ну, как-то расстроит, да. Вот, 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 вы не думали вот об этом, вот, о том, вот, как вы к этому, к этому, к этому, ну, пришли вообще? Ну, вы не думали? Это было бы, на мой взгляд, очень, очень, таки, интересный момент, было бы интересно смотреть на это. Что касается чувство вины, то чувство вины – это следствие нарушения личных границ вашими родителями, у вас, по отношению к вам. И что происходит, когда человек чувствует, что его личные границы нарушаются? Что происходит? А происходит то, что… Человек злится. Человек злится. Человек злится. Как вы, вот, с этой злостью обращаетесь? Ну, я имею в виду, с… Со своей, вот, как вы обращаетесь? Так. Вот. Что вы делаете? Вот. Это. Нужно. Попытаться это увидеть. Вот. Попытаться это увидеть. Попытаться увидеть, как, как вы обращаетесь, со своей, вот, выродите ее. Вот. 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 Такой здесь, в этом смысле, путь. Через злость вы обретете, как это сказать, уверенность в себе, ну, в своих силах. Вот. Который… Который… Сейчас? Нет. Вот. Ну, блин, откуда ездаться, если вы до сих пор, вот, вы до сих пор, до сих пор, вы пытаетесь, вот, родителей, ну, как-то, вот, убедить, убедить в том, что, вот, ну, что вы правы, да? Что, что, что вам можно, что, что вы достойны и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как бы. Ну, как бы. Я люблю своих родителей. Так, я вроде понимаю, что желание адекватно, но не могу окончательно решиться за чувством вины. Ну, что делать? Ну, работать с чувством вины. Вот. То есть, на психотрепе это можно сделать, так вот, в формате. Ответа? Ну, проблемы с чувством вины не решить. Вы говорите, что, ну, что, ваше желание адекватно, вроде бы, но вы не можете решиться. А в чем вы виноваты перед традицией? Как вы, ну, как вы думаете, вот, если можно так сформулировать? В чем? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи!